Добрый день! Мы рады приветствовать вас на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана. На прошлой неделе под председательством главы государства состоялось заседание Совета национальных инвесторов, на котором были обсуждены актуальные вопросы развития отечественного бизнеса и инвестиций. В ходе заседания президент страны Нурсултан Назарбаев поставил ряд задач по созданию условий и благоприятной среды для развития бизнеса и предпринимательства. О том, как повлияют задачи, поставленные главой государства в ходе заседания Совета национальных инвесторов на бизнес-среду и в целом на деятельность предпринимателей, нам сегодня расскажут специально приглашенные представители бизнес-сообщества. Председатель Агропромышленного комитета Национальной палаты предпринимателей Иван Адамович Савер, также исполнительный директор Союза машиностроителей Казахстана, член комитета машиностроителей Национальной палаты предпринимателей Тимурлан Искандирович Алтаев. Пожалуйста, я благодарю вас за участие в нашем брифинге и я передаю вам слово. Пожалуйста. Как вы знаете, встречи на этом уровне уже прошла вторая встреча бизнес-сообщества с президентом, а также с членами правительства. Это очень нас радует, поскольку это не случайно, это входит в нашу традицию и это становится регулярным. Я думаю, что каждый бизнесмен, который был участником той встречи, ушел, в общем-то, и ни у кого не осталось вопросов, на которые бы мы не получили четких ответов. Было много нового. Прежде всего, сам формат рассмотрения вопросов. Нужно отметить, что палата была очень хорошо подготовлена, то есть не было каких-то частностей, ссылок на какие-то личные чьи-то вопросы, бизнес. Говорили в основном о тех задачах, которые стоят в целом перед бизнес-сообществом. Говорили о том, как нужно двигаться для того, чтобы те существующие вопросы, которые есть, и над ними работать, дальше продвигать. Было очень интересное сообщение о том, какая работа проводится в рамках таможенного союза. Как вам известно, там казахстанская сторона заняла серьезную позицию. И особо отрадно было отметить то, что наши коллеги из России и Белоруссии, пользуясь большим влиянием казахстанского бизнеса на правительственные властные структуры, когда сталкиваются с какими-то проблемами, просят, чтобы через нашу палату те или иные вопросы продвигались, которых заинтересованы даже наши коллеги по таможенному союзу. Было много новизны в плане гарантирования вкладов, в плане инвестиций, но были озвучены новые суммы, которые государство по различным направлениям вкладывает и дальше в бизнес. Ну и, как вы знаете, главное серьезное было сделано заявление по амнистии капитала. Это, конечно, в целом эта встреча, она очень серьезно войдет в жизнь и становление нашего казахстанского бизнеса. Большое спасибо. Позвольте передать слово Димурлану Экнидировичу. Димурлан Экнидирович, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел поблагодарить организаторов сегодняшней встречи. На самом деле она важна в том числе и для нас, чтобы через вас мы могли бы уже поделиться, через журналистов могли бы поделиться теми планами, которые мы хотели бы реализовать с точки зрения исполнения тех поручений, которые были даны на совещании в пятницу. На самом деле сегодня консолидация бизнес-сообщества проходит достаточно хорошо. То есть, ну, вы все знаете, да, Национальная палата предпринимателей была создана, создано определенное количество комитетов. Вот у нас комитет по машиностроению, через который мы сегодня, в общем-то, пытаемся решить вопросы, решаем вопросы, как правовой и иной поддержки, организации поддержки и регулирования бизнес-сообщества. С другой стороны, мы уже там выносим те какие-то конкретные задачи и проблемы, которые сегодня стоят перед машиностроением. Я хотел бы вас проинформировать, что при большом количестве задач, стоящих перед машиностроительными предприятиями, мы в последнее время достаточно хорошо продвигаемся, увеличиваем объем производства. Ну, вот я, к сожалению, вот такой небольшой только вам рисунок могу показать. То есть, если в 2005 году у нас объем производства был 179 миллионов тенге, то на 2013 год мы уже вышли на сумму 800 миллионов тенге, и, видимо, 2014 год мы закончим где-то, дойдем до цифры в 1 триллион. Это и достаточно хорошие быстрые объемы роста, но, с другой стороны, мы на этом не хотели бы останавливаться, потому что объем нашей продукции при анализе казахстанского содержания, допустим, при поставках оборудования для горно-металлургического комплекса, нефтедобывающего, сельскохозяйственного, автомобильного, недостаточно высок. Поэтому сегодня мы пересматриваем, я не хотел бы сказать, пересматриваем, мы ищем новые подходы, как повысить эффективность работы на наших предприятиях, анализировать рынок, вместе с системой образования искать пути сотрудничества, которое будет приносить обоюдовыгодный эффект с точки зрения, чтобы мы могли обеспечивать рост количества рабочих мест для тех людей, которые достаточно эффективно будут работать на этих рабочих местах. Буквально я хотел бы так коротко вас проинформировать, что сейчас мы в основном в рамках развития, разработки государственной программы форсированного индустриального развития, второй пятилетки, правительством принято решение о выделении 6-7 приоритетных секторов, в дальнейшем развитии машиностроения. Они достаточно четко продуманы, потому что был произведен серьезный анализ рынка и потребности сбыта продукции на следующие 10 лет. То есть мы проанализировали, какие технологии в производстве машиностроительной продукции будут востребованы, исходя из этого уже мы дальше будем обмениваться мнениями и обсуждать уже систему образования, то есть с вузами, с колледжами, какого класса специалисты нам нужны будут через год, два, три, ну и вчера тоже, да, потому что есть еще определенная доля критики в адрес системы образования о тех компетенциях и квалификациях, с которыми выпускники выходят на рынок труда. То есть мы на сегодня имеем достаточно нормальное, хорошее понимание, какие новые производства, какие новые товары нам нужно производить в ближайшие 10 лет. Но я в качестве примера вам просто приведу это вот для нефтегазовой отрасли. На сегодня это достаточно инвестиционно привлекательное и с понятным бюджетом и темпами развития отрасли. У нас прошли очень хорошие переговоры с Тингис Шевронойлом, в результате которого мы пришли к полному пониманию о перечне тех иностранных компаний, которые будут вместе, и мы достигаем сейчас договоренности, создавать совместные предприятия в области нефтегазового машиностроения. То есть мы начнем производить через полгода, через год абсолютно новую, не производившуюся ранее здесь продукцию. Речь идет где-то о производстве продукции, то есть это емкости, трубы, буровое оборудование, 30-40 различных наименований. Где-то мы посчитали, что это сумма в районе полутора миллиардов долларов на ближайшие два года. Если взять среднюю выработку на человека на западных машиностроительных компаниях, то речь идет о создании где-то 30-40 тысяч новых рабочих мест. То есть мы считаем, что мы движемся в правильном направлении. Теперь, когда эти рабочие места у нас появятся, у нас встает вопрос очень остро и серьезно о взаимодействии с системой образования, с рынком труда по поводу повышения квалификации и заполнения той разницы в знаниях, компетенциях, которая сегодня существует между, допустим, работниками на английском заводе «Атлоскопка», где производится на треть мира компрессора. И здесь КАС «Компрессор МАШ-завод», который сегодня пока производит не совсем высокого качества продукцию. Поняв вот эти все разницы в компетенциях, мы уже сможем вести детальный диалог с системой образования, как мы им можем, как работодатели, можем им помочь в повышении качества образовательных услуг. Ну и отсюда у нас уже идет и модернизация, необходимость модернизации производства, и мы уже можем начинать вопросы поднимать о экспорте продукции. То есть на сегодня я хотел бы сказать, что в машиностроении у нас достаточно такое нормальное видение, которое мы согласовываем, как с Министерством образования, с Министерством труда, с нашими, там у нас сколько по агентству по статистике, 1732 предприятия, являющиеся по своему характеру, относящиеся к машиностроению. Поэтому те задачи, которые были в пятницу нам еще раз поставлены, главой государства, я думаю, они правильные, они реализуемые, и мы вместе с обществом, с учащимися постараемся их решить и должны решить. Спасибо. Спасибо вам, Тимур Иванович Кенедирович. Уважаемые коллеги, мы переходим ко второй части нашего брифинга, непосредственно к вопросам. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, и единственное, просьба, вопросы касательно тематики заседания Совета национальных инвесторов. Пожалуйста, представьтесь и ваш первый вопрос. Асил Мамбилдинова, Тадыка, Кыргек, Тилиарнасы. Мену сұрағым, өткен аптада президент бизнес-дамутуда 100 идея туралы айтқан болатын. Соган байланысты бүгінде сіздерде қандай бағыт-бағдарлар бар, нақты ата бөтілесіздер, қандай бағытта бизнес-дамутуға сіздер, осы идея бересіздер, қандай дайында бұтыстар. Мысалы, азықтылы көнімдердің неу бағытысты, көнімдердің көнімдердің басын бөліл бізде шеттен келет. Қай салада бизнес-дамутуға көректеп өлесіздер. Қазақша, ұрша, Қазақша, Қазақша, Қазақша. Бұл маға, Қазақша, Қазақшқа, Қазақша, Қазақшқа Қазақшукша көте екенне. Қазақшы, маңдарды үстер, өзінде, ұзгейінде wonа ғатын, үзгейіндер, 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 ұқызғақшы ғастады, То есть они должны быть экономически обоснованы, целесообразны, направлены на те проблемы сегодняшние, в том числе экологические, которые сегодня у нас есть. Мы перед предприятиями сейчас ставим вопросы разработки новых типов оборудования, обеспечивающих экологический мониторинг при нефтедобыче, при транспортировке нефти и газа. Мы ставим вопросы о создании нового оборудования по снижению энергопотребления на электродвигателях, насосных станций. Очень серьезно мы сейчас ведем разговор о необходимости новых технологий, связанных с климатическими условиями в сельском хозяйстве. То есть это какие-то абсолютно новые технологии орошения, связанные с теми видами сельскохозяйственной продукции, которые нужны. И нам нужно все это развивать, за счет этого мы все равно повысим уровень жизни людей. То есть это будет у них вызывать потребность в новых, получение каких-то знаний. То есть еще одна из идей, наверное, кроме тех, которые озвучены, были бы, наверное, очень хорошо. Вот я на себе это почувствовал, это минимум трехязычий, которые в Казахстане сегодня существуют. То есть знания, кроме русского, казахского, английского, китайского, пускай других языков, это дает доступ к той мировой информации, которая сегодня есть, в том числе культурной, технологической. Мы проанализируем и дальше будем работать над этим. Это наша сегодняшняя проблема, потребности которой нужны. А вот необходимость взаимодействия системы образования и бизнеса в подготовке квалифицированных кадров, это непосредственно тоже будет влиять на образование новых идей. И какая вообще работа ведется в данном направлении? Ну вот я немного затронул это, когда говорил о тех приоритетах, в каких направлениях мы будем двигаться с точки зрения подготовки кадров. Мы сейчас, я думаю, немного изменили парадигму или идею, как подходить к модернизации системы образования в Казахстане. То есть если раньше это было немного с точки зрения анализа статистической информации, которая иногда не совсем правильная была или точная, сколько нужно туда специалистов, сколько туда, какого качества, то сейчас мы, вот один из пилотных проектов, который запускаем по подготовке специалистов для машиностроения, то есть мы начали анализ с точки зрения рынка той продукции, которая необходима на рынке. Оттуда мы идем к перечню тех машиностроительных технологий и станков, которые нужны для выпуска этой высококачественной продукции. И отсюда у нас уже как раз встает вопрос о компетенциях тех специалистов, которые будут на наших заводах работать. То есть мы оттуда пошли, от продукта, от рабочих мест. И сейчас у нас достаточно четкое понимание. Вот я буквально завтра объявляю такой мини-тендер между вузами и колледжами Казахстана, где я в техническом задании просто прописываю, если они этому учат, допустим, мехатроники, и, допустим, вопросом нанесения тонких нано-покрытий с целью защиты поверхности металла от коррозии, то тогда мы продолжим с ними разговор. То есть вот я не знаю, это можно назвать идеей или как, но это подход, который нужно реализовывать. Спасибо. Большое спасибо. Был, отмен, мен, сізге жалғыз өтін үшін, келешу баспасөз мәсіл қатына шақырғанда, мемлекеттіктілдес өлеу білетін адамды біндеттүрде сұрағанызды өтінеміз. Бізге мемлекеттіктілдесең құрын келек. Жақсы. Жақсы. Пожалуйста, следующее вопрос. Күмге сұрақ? Сауырмырзыға. Спасибо. Этот вопрос перекликается с ответом моего коллеги насчет 100 идей. На самом деле, в общем-то, может быть, сегодня нужно японцам думать про 100 идей или там хотя бы про 10. У них очень все плотно, очень все жестко и в какую-то отрасль войти, бизнес открыть весьма проблематично. У нас, к счастью, нам пока что это не грозит. У нас очень много возможностей есть и сфер применения, где и как заниматься бизнесом. В том числе и то, что касается именно аграрной отрасли и тем более молока. Мы, естественно, не можем сегодня смириться с тем, что традиционно аграрная страна позволяет себе столько импортировать животнооческой продукции, именно молока, мяса и, к сожалению, зачастую не очень высокого качества. Вот в этом направлении есть у нас ниша, есть у нас механизмы, есть у нас операторы для реализации этих идей. Но, к сожалению, пока еще мы в этом вопросе продвигаемся очень слабо. Для того, чтобы говорить о качестве, сначала нужно решить проблему количества. Поскольку недостаток молока для перерабатывающей промышленности, отсюда и вытекают другие последствия. Мы импортируем молоко, как правило, в виде сухого обезжиренного молока. Контроль, к сожалению, пограничный на очень низком уровне. И в итоге появляется много, будем так говорить, продукции сомнительного качества. А отечественная продукция как контролируется на сегодня? Насколько? Ну, то, что касается отечественного контроля, то, что здесь у нас производится, там уровень достаточно высокий. Скажем, если мы занимаемся производством молока, переработкой, нас контролирует районный уровень, городской уровень, областной уровень. И там контроль осуществляется очень жесткий. И самое главное, что по сырому молоку сделать анализ и выявить несоответствие стандартам гораздо проще, чем это сделать по заменителю. Большое спасибо. Газис, Ваш вопрос. Вот очень много говорится о саморегулировании бизнеса общества. И президент говорил о том, что нужно создавать отраслевые ассоциации, которые будут контролировать бизнес, в том числе аграрные, и выдавать лицензии. Насколько сейчас наше бизнес-сообщество готово к этому? Созданы ли механизмы воспрепятствования конфликту интересов, чтобы те же бизнес-ассоциации не были, конечно, слишком жесткие, как госорганы, но и не слишком мягкие, как организации лояльной предпринимательства? В этом вопросе можно сказать, что мы где-то даже слишком активны, потому что количество бизнес-ассоциаций на сегодняшний день созданных, и даже те, которые прошли агредитацию в Национальной палате, по количеству у нас уже все вопросы решены, и даже слишком. У нас очень много на, скажем, каких-то направлениях работает бизнес-ассоциация. Ну, например, в аграрном комитете есть две ассоциации свиноводов. Что такое отрасль свиноводства для нашей республики? Какой она объем вообще занимает, мизерный? И целых две ассоциации. Я думаю, что все должно быть в меру. И здесь правильно было сказано, кстати, что нужно провести ревизию, если хотите, аттестацию, бизнес-сообщество, какая-то ассоциация. Она не должна быть просто для того, чтобы создали, потому что сегодня мода, чтобы еще появился один президент, как любят себя называть в ассоциациях, еще какой-то аппарат исполнительный, исполнительный директор. Она действительно должна отвечать именно тем чаяниям и решать те проблемы, которые на самом деле стоят перед ассоциацией. Здесь разговор этот состоялся. И тот лейтмотив, под которым все это проходило обсуждение, я считаю, что он достаточно четкий, ясный, понятный. И нам это еще предстоит отрабатывать. Спасибо. Олег, пожалуйста, Ваш вопрос. Благодарю. На свете национальных инвесторов Вам было поручено вместе с национальной компанией экспо-2017 разработать специальную программу участия отечественного бизнеса в подготовке международной выставки. Насколько отечественный бизнес готов к этому, каков потенциал и вообще как Вы восприняли данное поручение? Спасибо. Вопрос был действительно поставлен конкретно. И я думаю, что казахстанское содержание – это серьезный вопрос. К сожалению, такое складывается впечатление, что мы его, как и некоторые другие, очень часто забалтываем. Президент конкретно с волнением, когда отвлекся на реплику, он привел в пример китайцев и сказал, что там вот стоят гаражи и там открыто огромное количество всевозможных производств. От гвоздей там до серьезных вещей. К сожалению, сегодня мы даже гвозди импортируем, что, в общем-то, совершенно нельзя так объяснить. И то, что сейчас такой призыв прозвучал, я думаю, он должен активизировать наше сообщество. Тем более, что у бизнесменов возможности есть огромные. И буквально по поручению президента, Вы знаете, сейчас поручено правительству подготовить постановление по амнистии капиталов. То есть, есть еще возможность часть капитала вернуть и именно направить. Это как один из тех 100 вопросов, о которых нужно сегодня серьезно задуматься. И чтобы максимально там наполнение было при подготовке и проведении этой выставки, именно казахстанское. Большое спасибо. Пожалуйста, Первый канал. Здравствуйте, Первый канал Евразия. У меня вопрос к господину Алтаеву. Тимурлан Искандирович, скажите, пожалуйста, вот Вы в своем выступлении озвучили, что будут пересмотрены, точнее, разработаны новые подходы в изучении рынка, анализы. Можно поконкретнее узнать, что это за подходы? И второе, Вы сказали о том, что будет производиться машиностроительная продукция, которая раньше никогда не производилась для нефтегазовой отрасли. Насколько здесь был изучен рынок спроса и мировой опыт? Вы говорите, что этого никогда раньше не было. Просто вызывают сразу сомнения, вопросы, что это за продукция и вообще для чего она. Спасибо. Вы знаете, благодаря, в общем-то, достаточно хорошей поддержке со стороны правительства, руководству нефтяных компаний, которые являются закупщиками новых видов оборудования, на сегодня у нас, во-первых, мы получили достаточно полную информацию о программах развития наших крупных проектов. Кашаган, Тенгистам, Карчаганак. То есть это по годам, мы примерно уже понимаем и знаем, какие технологии будут применяться. Следовательно, мы знаем виды оборудования, которые нужно изготавливать, которые мы пока не изготавливаем. И те бюджеты, те цены, бюджеты тех закупок, которые мы знаем. Ну, допустим, Кашаган, Тенгистский проект, 28 миллиардов долларов, из которых где-то процентов 30 в соответствии с договоренностями между правительством Казахстана и руководством ТШО, будет выплачено за казахстанские товары и услуги. То есть мы уже примерно бюджет понимаем. Теперь, опять же, благодаря такой нормальной переговорной политике, мы сегодня получили полную исчерпывающую информацию о сегодняшних поставщиках иностранных, которые сегодня и последние 10 лет осуществляют поставки этой продукции. Тенгист Шевронойл поставил задачу, и мы пытаемся ее, значит, подвести к степени реализации по созданию совместных предприятий по производству этой техники, этого оборудования, кабели, трубы и так далее, уже на территории Казахстана, что вот как раз сейчас говорили о реализации программы казахстанского содержания, увеличения. То есть мы, в принципе, сейчас считаем, что по оборудованию мы с 5 сегодняшних процентов где-то на 30 придем. Теперь по некоторым видам продукции, в чем вот новизна, да, если раньше мы просто говорили, допустим, все, надо изготавливать такие-то компрессоры, да, ну, допустим, General Electric берем, два компрессора, каждому, к примеру, там по полмиллиона долларов, да, чтобы построить завод здесь, в Казахстане, изготавливать такого типа оборудования, ну, наверное, миллиард долларов придется вложить, и потом эти 25, и потом эти два компрессора в ближайшие 10 лет будут прекрасно работать. То есть вот здесь как раз экономическая целесообразность встает, что нам надо покупать и что нам надо производить здесь. Мы сейчас достаточно сильно напираем на производство, освоение производства геолого-разведочного, геофизического оборудования, потому что дальше, когда это оборудование, оно при проведении геофизических исследований, здесь идет огромная добавленная стоимость, вот о чем мы всегда говорим, да, то есть в данном случае, во-первых, мы получим достаточно сильную технологическую, и иную независимость от мнения иностранных геофизических компаний о залежах Казахстана, мы сможем мониторить, как это все происходит, и более точно оценивать запасы нефти и газа в наших недрах. Вот, поэтому вот как раз вот в этом является, ну, если так очень коротко, мы провели переговоры порядка с 40 иностранными компаниями и выработали какой-то стандартный подход, вот начало сотрудничества между иностранными компаниями и казахстанскими компаниями на основе, там, шести или семи признанных во всем мире на уровне Всемирного банка, там, типовых договоров, там, о неразглашении конфиденциальной информации, там, о Second Bank, как это по-русски, о прикомандировании персонала, о передаче технологии, там, трансфер технологии, о совместном производстве и так далее. То есть мы сегодня на более высоком уровне позволим обеспечить профессиональным уровнем, да, ведение переговоров и подписание правовых документов, регламентирующих взаимодействие внутри этих совместных предприятий. Я думаю, мы достигнем хороших успехов. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, телеканал 24КЗ, Гульнара Турсонова. Вопрос у меня к обеим спикерам. Скажите, пожалуйста, вот, какова в настоящее время доля отечественных инвестиционных вложений в экономику Казахстана? И как потенциально эта цифра может возрасти в связи с амнистией капитала? Пожалуйста, так кто начнет? Ну, может быть, как-то по вашим сферам. Вот сколько отечественных производителей вложат в нашу экономику? И амнистия капитала повлияет ли как-то? Знаете, вообще-то немного конфиденциальная информация, да? Я полностью ею не обладаю. Это, в принципе, по любому инвестиционному проекту такие вещи проходят. Как вообще амнистия капитала повлияет? Тогда давайте так поставим вопрос. Как амнистия капитала повлияет на деятельность именно вашего профилирующего ведомства? Ну, то, что мы наблюдаем сегодня, скажем, в бизнес-структурах, что происходит и среди политических элит России, Украины, оно, конечно, всех нас заставило задуматься. И все ждали, должна быть обязательно реакция лидера нашего государства. И в то же время такое заявление, оно было несколько неожиданным, потому что в нашей стране, в отличие от многих других, легализация капитала уже проводилась. И то, что сейчас будет проводиться амнистия, это очень сложно. Для этого нужно еще все это осмыслить. Эксперты должны подсчитать, я думаю, любое заявление сегодня сгоряча, оно будет несколько лишено точности, ясности. Но, по большому счету, что значит амнистировать? Вот, мое понимание. Помните ситуацию, когда встреча была на высшем уровне в Екатеринбурге? И буквально там прозвучала информация, что Казахстан вкладывает больше, вложил за предыдущий год больше средств в российскую экономику, нежели россияне вложили в нашу экономику. И в обществе, как бы, тоже все это неоднозначно. Кто-то радовался этому, но мое понимание, что радоваться, в общем-то, нечему. Я уже сегодня говорил, мы не Япония. Для меня, скажем, позорный факт тот, что, работая в агропромышленном комплексе, Казахстан ежегодно импортирует продовольствие на 3 миллиарда долларов, из которых 540 миллионов долларов составляет кондитерская продукция. Я понимаю, не просто, скажем, Боинги собирать, но кондитерскую продукцию мы просто обязаны тему эту закрыть сами здесь без всякого импорта. Так спрашивается, зачем тогда этот капитал у нас выводится из страны? Неужели негде здесь его вложить? Здесь очень много сфер, куда можно вкладывать капитал и получать результаты, начиная, скажем, с того же сельского хозяйства. И действительно, небывалая отрасль, новейшая отрасль для Казахстана, автомобилестроения, каких добились успехов и результатов. Поэтому этому нужно давать еще принципиальную оценку. Но то, что президент снова сделал первый шаг, я думаю, что для бизнеса это должно быть очень здорово и очень правильно. Мы не должны зависеть от настроения и от перестановок в Вашингтонском обкоме партии. Мы должны быть самостоятельными людьми. И это было сделано очень вовремя и очень здорово. И как бы всех готовы простить, возвращайте капитал назад, а куда вкладывать, есть очень много направлений. Большое спасибо, Емелья. Ваш вопрос. Президент сказал о том, что любой бизнесмен, который вложил в казахстанский проект не менее 1 миллиона долларов, он как бы автоматически переходит под защиту омбудсмана. Вот мне интересно, как на это вообще реагирует само бизнес-сообщество. Кому вопрос адресован? Кто будет отвечать? А будем спикером. Ну давайте, кто начнет? Я не знаю, инвестиции в производство, если приходят из нее, они всегда должны приветствоваться. Ну, на сегодня, если вот так смотреть, по большому счету, да, если мы сможем привлечь... Ну, во-первых, вот, я тоже хотел бы немного про амнистию капитала сказать. На самом деле, если эти средства, которые человек готов вложить, они заработаны абсолютно законным путем, просто, ну, в силу каких-то причин, да, ну, многие... Вот сейчас у меня идут, часто проходят встречи, да, есть богатые люди в Казахстане, заработавшие в других отраслях, то есть они мало что достаточно хорошо знают, да, или понимают, допустим, вместо сельского хозяйства там или строительства жилья, они в машиностроении недостаточно хорошо разбираются. Но с точки зрения инвестиций в производство, которые позволят технологическую независимость Казахстана обеспечить, они это хотят делать. Потому что там, ну, им уже, наверное, в силу чего-то неинтересно, да, им хочется новым заняться, новым бизнесом. Вот. Если эти деньги чистые, честные, нормальные, так сказать, через налоговую прошедшие, то мы всегда с радостью будем поддерживать. Ну, вот сейчас у меня 5-6, да, вот таких вот людей есть, которые готовы вкладывать. Ну, вот, опять же, если на 2 миллиарда долларов производить продукции в Казахстане, извините, это несколько миллиардов, всё равно надо вложить в эти заводы, в это производство, это покупка комплектующих, обучение людей, строительство, покупка новых слонков. То есть я хотел бы сказать то, что у нас достаточно большой процент частных предприятий в машиностроении, но мы будем вместе обосновывать экономическую целесообразность этих инвестиций, если они появятся. Спасибо. Большое спасибо. Вот сегодня есть инвесторы, которые вкладывают в экономику и миллион долларов, и более. Есть, кто вкладывает в чужие экономики и пытаются это как-то обосновать. Я думаю, что это тоже позитивное решение и тоже один из инструментов. Страна должна знать своих героев, и если сегодня вкладывают, и это как-то вот происходит, где-то теряется, растворяется, то от того, что все будут знать, кто инвестирует в собственную экономику, добивается новых успехов, результатов, это будет одним из стимулов тоже для отечественного бизнеса развиваться и именно вкладывать здесь свои средства. И защита бизнес-сообщества таких предпринимателей, она обязательно должна быть. Большое спасибо. Я напомню то, что по видеоконференц-связи к нам подключены и все регионы страны. Хотелось бы узнать, будут ли вопросы с регионов. Газета «Индустриальная Караганда». У меня вопрос по поводу создания фонда гарантирования для желающих открыть свой бизнес. Вот будет ли способствовать этот фонд реализации инициативы президента по передаче опыта от состоявшихся бизнесменов к начинающим? И вообще, как будет работать этот механизм? Спасибо. Спасибо за вопрос, Иван Владимирович. У нас уже есть такие опыты, правда, называется это по-другому. Если посмотреть, один из инструментов кредитования в сельском хозяйстве – это аграрная кредитная корпорация, где созданы территориальные кредитные товарищества, в которых каждый товарищ гарантирует за своего коллегу возврат вклада. И есть, конечно, кредитные товарищества, которые работают очень успешно, у которых ни разу не возникало проблем. Есть, где эти вопросы как бы буксуют. Но в целом это новый инструмент и это, конечно, поддержка. Первая проблема, кого бы мы не спросили, начинающих бизнесменов, бизнесменов опытных, даже крупных бизнесменов, первый вопрос, который возникает всегда – это трудности финансирования бизнеса, и особенно на первоначальном этапе. Поэтому то, что будет создан фонд гарантирования, это приблизит средства или бизнесменов к средствам, однозначно приблизит. То, что планируется развивать страхование, мы же понимаем, что уровень страхования в стране пока находится на очень низком уровне. В основном это где-то развивается то, что обязательное, но оно, как правило, малоэффективное. Тем не менее, вот если будет идти страхование, именно подчеркнул глава государства, что тот, та страховая компания, которая поручится за бизнесмена и прогарантирует 80% его займа, она уже, конечно, будет заинтересована, чтобы этот займ вернулся, и она будет контролировать и финансовые потоки, и что приобретается, куда продукция продается и так далее. То есть это уже будет совершенно другой уровень контроля, это уже будет контроль внутри самого бизнес-сообщества. Конечно, это даст серьезный положительный результат. Большое спасибо. Вопросов больше нет. Позвольте поблагодарить вас за участие в нашем брифинге. Всех пришедших я также благодарю и приглашаю на брифинг, который состоится в 14.00 с участием членов правительства сегодня. Большое спасибо.